Мой Междуреченск. Твое приложение. В эфире Мой Междуреченск. Я Ирина Коваленко. Здравствуйте. 26 января Кемеровская область отмечает 75-летие. В этот день во всех городах Кузбасса проезд в общественном транспорте бесплатный. Много ли междуреченцев было на остановках, расскажу немного позже. А прямо сейчас о самых запоминающихся событиях недели в дайджесте. 26 января день образования Кемеровской области. 2018 юбилейный год для Кузбасса. В честь 75-летия прошла торжественная сессия Совета народных депутатов. На телеканале «Июнь» шла прямая трансляция. Морозы не отступают, техника не выдерживает. Так на Кемеровской трассе сломался бензовоз. Такая информация появилась на сайте ГИБДД. К месту выехал экипаж, автоинспекторов и спасатели. Завести машину так и не удалось. Всю ночь инспекторы дежурили возле грузовика. Не дали замерзнуть водителям. На следующий день тягачом отбуксировали бензовоз. Междуреченские автоинспекторы помогли водителю легковушки. Заглохли от сильного мороза двигатели. И полицейские помогли завести автомобиль. Спасатели призывают в морозы отказаться от поездок на дальние расстояния. Напоминают, Междуреченские работают два пункта обогрева. В случае поломки транспортного средства за чертой города, вы можете позвонить по телефону 101 или 112 с мобильного телефона. И ближайшее спасательное формирование окажет вам помощь. В выставочном зале подвели итоги конкурсов «Новогодний сувенир» и «Художник года 2017». Специальный приз вручила и телекомпания «Июнь». Телекомпания, конечно, про войны, про войны, про войны, про приключения, переживания, различных явлений, миры ярких красок. Спасибо вам за это разнообразие. И вот этот весенний букет, пусть вам напоминает о самом незабываемом времени года. И надеюсь, работа еще будет у вас много-много-много. И небольшая кружка для телекомпании «Июнь» с сюрпризом. Приятно. Я вот благодарю телекомпанию за прекрасные призы, цветы. Очень неожиданно. Очень-очень приятно. Победителями в номинациях стали Любовь Белянчикова, Екатерина Быструшкина, Ксения Орлова, Иван Поспелов, Николай Солдатов и Елена Старикова. Победитель конкурса «Художник года-2017» Ольга Фатахова. Дипломом гран-при конкурса «Художник года». Никой и сертификатом. Столько замечательных художников. Конечно, я не надеялась. Среди мастеров декоративно-прикладного искусства призеры пять человек. Гран-при завоевала Галина Тарасова. Великолепные руки. У вас очень светлая душа. У вас очень чистое сердце. За что вам огромное спасибо. Не просто человеческое, наверное, спасибо всего нашего города Мингрызинска. Морозы не отпускают. Не выдерживает техника. Сегодня один из самых холодных дней. Проезд в общественном транспорте бесплатный. Одним повезло, ждать долго автобуса не пришлось. Другие пожаловались. Замерзли. Горожане обратились в телекомпанию «Июнь». Сегодня была такая сложная ситуация с автобусами. Утром вышла на остановку и испугалась. Было столько народу. И люди просто в толпе говорили о том, что уже 20 минут нет автобусов. Тоже постояла еще с этими же самыми людьми минут 15. Замерзла. На самом деле не было ни одной восьмерки. Благо, шел автобус 5А. Многие даже не могли попасть в автобус и ждали следующего. Хочу выразить огромную человеческую благодарность. Мы сегодня ехали с ночной смены с работы, это российские железные дороги. И вот еще на остановке поспорили, что мы точно не уедем. Потому что в 8 часов утра, тем более, раз сегодня бесплатный проезд, не будет автобусы ходить. Тем более 41 градус. Мы очень удивились, когда увидели, что автобусы работают в штатном режиме, что мы, в частности, уезжаем на 18 автобусе. Все это действительно бесплатно. И такая холодрыга, в автобусе тепло и хорошо. И, в общем, нам навстречу еще 2,18 попались. Так что большое человеческое спасибо руководителям, автотранспортных предприятий, водителям, что с пониманием отнесли. Судя по расписанию городских автобусов, 8 маршрут должен ходить каждые 5 минут. Сейчас на часах 14.46. И мы посмотрим, будет ли здесь автобус ровно через 5 минут. Итак, на часах 15.15. Восьмерки мы так не дождались. Пока мы тут стояли, прошло 3,18. Одна девятка и одна пятерка. Сколько ждать восьмерку, мы не можем сказать. С автобусом нормально. Нормально. Я вот туда уехала, сейчас на работу поехала. Нормально. Только 18 мне не надо, что он едет. А так, я обижаюсь. А Тулееву большое спасибо. От всех нас и стариков. Я проживаю на бульваре Медиков. В 13 часов я вышла из дому и подошла к остановке. Стояла до половины первого. Ни одного автобуса в сторону города не прошло. Ни восьмерки, ни однерки. Половина первого. Пришла пятерка. На всех остановках очень много стояло народу. Я позвонила в диспетчерскую. В диспетчерской трубку вообще никто не снял. Я позвонила в приемную заместителя по транспорту. Приемная мне ответила, что все в курсе, знают, что в городе автобусов сегодня мало. Никто не назвал причины. По информации Управления по благоустройству, транспорту и связи. 26 января 2018 года. В день 75-летия со дня образования Кемеровской области перевозка пассажиров автобусами всех фор собственности осуществляется без оплаты стоимости проезда. На линии 51 единица. В случае возникновения нестандартной ситуации просьба жителям города обращаться в единую диспетчерскую службу 101-го квартала по телефону 2-73-53. В ожидании машины и мусорные бачки. В Междуреченске отходов накопилось много. Почему? Скопившийся мусор во дворах беспокоят горожан. Кое-где отходы не вмещаются в контейнеры. Междуреченцы выкладывают фотографии в социальные сети. Показали свалку и ввести Кузбасс. На кадрах переполненные контейнеры на ЛАЗО-54. Мусорная проблема в Междуреченске существует. Это факт. Почему? Нам рассказали в одной из организаций, которая занимается вывозом мусора. Мусор вывозится у нас просто несвоевременно в связи с аномально низкой температурой. Вместо двух раз в день мы забираем один раз. Так как выезжаем только когда температура повысится хотя бы до 32-33 градусов. При низкой температуре не выдерживают на машине гидравлика. У нас в договоре прописано, что при 30 градусах мы уже не выезжаем. Не домой же нести, правда? Ситуация временная. С потеплением техника будет работать по прежнему графику. Мусор обещают вывозить в срок. Главный месяц разводов, по мнению британских ученых, январь. Кузбассовцы ломают стереотипы. Сегодня, в день рождения Кемеровской области в Междуреченске, зарегистрировалось 16 пар. Музыка. Я согласен. Да, согласен. Мы хорошо понимаем, какой ответственный, праздничный и волнительный день сегодня у вас. Если провести параллель, то можно сказать, что наш любимый город, если не область, будет развиваться. Будущее у нас есть. Поэтому от всей души вас поздравляю. Счастья, здоровья, благополучия. Поздравляем жителей Кузбасса с 75-летием образования области. Всего хорошего, здоровья, любви и счастья. Создаете больше семей. А познакомились мы еще по школе, встречались, расставались. Ну, долгая история. Когда учились в школе, даже не думали, что так произойдет. Хотим пожелать всем парам здоровья, счастья, любви, удачи, терпения побольше. Да, волнение, да, слез. Первую дочь выдаю замуж. Сказала, что нужно все проблемы решать. Счастье и горе быть вместе. Вот, в радости. Сегодня молодых семей 75. Это те пары, которые впервые вступают в рак. Конечно же, от имени губернатора им сегодня вручается подарок. Это первый семейный капитал в размере 50 тысяч рублей. Мы видим, что это пары молодые, что это пары и студенты, и начинающие только трудовой путь люди. Поэтому нам, конечно, важно, чтобы эти молодые семьи были счастливы, жили долго. Ну, а то, что Анна Гумирович такое подспорье для каждой семьи делает в размере 50 тысяч рублей, я думаю, что это достаточно приличная сумма для молодой семьи, очень важная сумма. Всем семьям желаем справить золотой юбилей и не попасть в число неблагополучных. Они, кстати, на контроле полиции и систем органов профилактики. Анна Саустова встретилась с инспектором по делам несовершеннолетних Алиной Трофимовой. Представитель полиции рассказала, как проработал отдел в 2017 году. Что касается прошлого года, сколько там было выявлено, рейдов достаточно много прошло и в рамках профилактических мероприятий. Я знаю, что есть примеры жестокого обращения с детьми. На конец декабря 2017 года на учете в ПДН состоит 145 неблагополучных семей. В течение года проходят различные профилактические мероприятия, такие как малютка, подворье, опекун, семья. Проводятся еженедельные рейдовые мероприятия совместно с органами системы профилактики, в ходе которых выявляются неблагополучные семьи. На родителей, ненадлежащим образом исполняющих обязанности по содержанию воспитания своих несовершеннолетних детей, составляются административные протоколы, направляются на комиссию по делам несовершеннолетних. Как правило, решением бывают штрафы, либо предупреждением. В 2017 году было выявлено два факта жестокого обращения с несовершеннолетними детьми. Здесь уже предусмотрено не административное наказание, а уголовная ответственность. Что происходило с ребятишками? Значит, в одном из этих случаев мама постоянно оставляла ребятишек одних дома, малолетних, а одному ребенку не было еще года, не кормила их, продукты питания были ограничены, детям нуждались в медицинском лечении, дети были изъяты из данной семьи. И рассмотрен вопрос о привлечении матери к уголовной ответственности. С мамой детей нет, она лишена уже родительских прав. Детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и с родителями, которые потерялись где-то в жизни, наверняка трудно работать. Работать и с семьями неблагополучными трудно, эмоционально трудно. Бывают ситуации, когда забираешь ребеночка из семьи и переживаешь, как сложится его дальнейшая судьба. Хотя понимаешь, что забрав его из вот этой среды неблагополучной, ему будет лучше, он попадет в среду, где может и покушать, и для него будут созданы все условия необходимые. У вас достаточно тесные взаимоотношения у каждого инспектора в отделе несовершеннолетних с семьями, которые они курируют. Уже знаете и повадки, и привычки. Как удается достучаться? И удается ли вообще до родителей достучаться, что жизнь не заключается в стакане, в бутылке? Самое эффективное, это когда приходишь, действительно видишь, что мама пьяная, дома не убрана, приходится забирать ребенка. Ребенка помещаем либо на социальный пост, либо в социально-ребритационный центр. И тогда родители начинают задумываться, что важнее для него, бутылка, либо ребенок. И по большей степени, наверное, начинается осознание. И бывают ситуации, когда родители кодируются и стараются сделать все, чтобы вернуть ребенка домой. Я знаю, что вы максимально стараетесь подарить детям праздник. Вы с ней встречаетесь, устраиваете чай, питье. Сама лично видела, как вручаете подарки. Что касается акции, когда Дед Мороз приходит в гости к вашим подшипам. Сразу мои собратья, вон, зайчики с милицовой. И заяцей, я таких не знаю, ну, просто лесу нет. Перед новогодними праздниками сотрудники полиции собирают подарки для ребятишек из неблагополучных семей и для детского дома. Данная акция уже проводится на протяжении шести лет. Сотрудники переодеваются в сказочных героев Деда Мороза, Снегурочку. Навещают детей из неблагополучных семей. Дарят им подарки. С детьми водят хороводы. Дети им читают стихи, поют песенки. Дети всегда встречают радостно. С нетерпением ждут Деда Мороза со Снегурочкой. Мы получаем большое, огромное удовольствие от общения с детьми, от их улыбок, лучезарных глаз. Жизнь у взрослых, она иногда совершенно отдалена от жизни своих собственных детей. Что хочется пожелать? Хочется, чтобы в этом году во всех семьях все было хорошо. Чтобы родители понимали, что дети – это самое ценное, что у них есть. Чтобы они любили их, уважали. С начала этого года уже выявлено несколько семей, где требуется вмешательство сотрудников полиции. Данные семьи будут визиты на контроль. С ними будет продолжаться работа. Стали свидетелем жестокого обращения с детьми? Не оставайтесь равнодушными. Сообщайте в полицию. Не проходите мимо важных и интересных событий. Фотографируйте, снимайте видео. Делитесь с телеканалом «Июнь». Народные новости на экране. 41 градус. Иду со школы. На город опустилось белое облако. Тема недели – морозы. Междуреченцы снимают и находят в интернете все, что связано с этим. При минус 40 отказывает даже техника, а кому-то и такой градус нипочем. Сотрудники выставочного зала подошли к этому творчески. Отголоски снегопада. Подснежники во дворе. Подснежник вот он у нас во дворе стоит. Видать, с осени. Горожа не имеем своего. Зато вот тут мы как под снегом и живем всю зиму. Дорожно-транспортные происшествия – не редкость в рубрике «Народные новости». Смертельная авария в городе Мыски унесла жизнь пассажирки. В другом случае выпавшие из грузовика кеги чуть не стали причиной ДТП. Жители Междуреченска ценят красоту родного края. Природа прекрасна даже в мороз. Январь 2018-го может войти в тройку самых холодных месяцев за все время наблюдения за погодой в Кузбассе. Какими будут выходные, мы узнали у специалистов Кемеровского гидрометцентра. В ближайшие дни у нас сохранится переменчивая погода. В выходные продолжат еще влияние антициклона, но морозы уже ослабеют. В субботу днем температура в пределах 21-26, ночью 28-33 будет понижаться местами до 38. 28-го числа, в воскресенье, ночная температура будет в пределах 27-32, местами понизится до 40. А днем уже пойдет ослабление морозов, уже будет 14-19, местами 20-25. За призами в мороз. Минус не останавливает междуреченцев и июньского Деда Мороза. Новый год, новые задания, новые подарки. Кто нашел подарок в этот раз, узнаем прямо сейчас. Ну ничего, что холодно. Мы рады вас приветствовать в студии телеканала «Июнь». Как вы заметили, Новый год у нас, оказывается, не закончился, он продолжается. Продолжается, сюрпризы от Деда Мороза тоже. Расскажите, как происходил поезд? Сам муж собирался ехать меня забирать с работы, и как раз вот шла ваша передача. Он посмотрел, увидел, что место неподалеку от нашего дома, это был контактный зоопарк, получается. Туда приехал, там, говорит, тропинка была протоптана, я, говорит, был уверен, что уже все забрали. Пошел, посмотрел, говорит, нет, лежит коробочка с подарочком. Не испугали вас и морозы, за окном-то было минус 40. Получилось, что машина-то прогретая, теплая, так что ничего страшного и не было в этом. Передаю слово тогда своим коллегам, это наши спонсоры этого телевизионного квеста, сотрудники компании РТА Телеком. Поздравляем вас с найденным подарком, участвуйте дальше в наших розыгрышах и получайте призы. Мы хотим вручить вам сертификат на наш уникальный сервис «Смотрешка», для того, чтобы вы могли протестировать его и узнать все его плюсы и преимущества. Спасибо. Смотрите наши любимые каналы, ваши любимые передачи через «Смотрешку», выбирайте самое лучшее и смотрите в записи, в эфире, можно перематывать, и существует архив до 7 дней. И также для любителей кино мы вам дарим два билета, и вы с мужем сможете сходить на любимый фильм в кинотеатр. Спасибо большое. Следите дальше за телевизионным квестом «Зимнего волшебника», идите по следам Деда Мороза, а следующая загадка, девочки, у нас уже когда? Будет на следующей неделе, так что следите за нашими новостями. В понедельник. В понедельник включай телевизор в 19.00 на телеканале «Рентовые» в 19.30 на июне. Телевизионный квест по следам Деда Мороза продолжается. Задержали в городе «Зимнего волшебника» сотрудники компании РТА Телеком. Очередная загадка уже в понедельник, но сейчас новости от РТА Телеком. 14 февраля в 19.00 всех влюбленных ждут на горе Югус. Для участия в самом романтичном и зажигательном флешмобе Междуреченска – шоу небесных фонариков. Небесный фонарик от РТА Телеком в подарок. Подробности узнавайте в группах в социальных сетях и по телефону 4-54-40. Смотрите новости моего Междуреченска на трех телеканалах РЕН-ТВ и ЮНИКУСБАС-24. Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и будьте в нашей команде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова